Продолжение следует... ...совместно с правительством определит порядок совершения таких операций. И накануне же курс доллара упал ниже 95 рублей после заявления президента о начале продаж газа за российские рубли. Об этом пишет уже РБК. Отмечается, что резкое укрепление российского рубля к доллару совпало с заявлением Путина о начале продаж природного газа недружественным странам за российскую валюту. Питерская компания Геолайн начала строительство школы на 800 мест в микрорайоне Солнечный город в Читинском районе Каштаг. Об этом сообщил председатель и совет директоров компании-концессионера школы будущего Станислав Неверов. Как уточнила глава фирмы, параллельно корректируют проектную документацию с учетом действующих сейчас национальных стандартов и для оптимизации строительных работ. Он пояснил, что генподрядчиком стала компания Геолайн по результатам внутреннего конкурса. Правительство Забайкальского края в течение 15 лет, напомним, будет ежегодно платить по 34 миллиона рублей в год по концессионному соглашению за школу. Общая сумма строительства составила 1 миллиард 513 миллионов рублей. Из этой суммы треть вложит концессионер, остальную сумму выделит правительство России из федерального бюджета. К декабрю этого года школа должна быть уже готова. Новым генеральным директором ТГК-14 в Чите вместо досрочно ушедшего Алексея Лизунова стал Александр Николаенко. Об этом сообщается на сайте компании. Там же уточняется, что 18 марта состоялось первое заседание Совета директоров в новом составе, включая независимых директоров. Председателем Совета директоров ПАО ТГК-14 единогласно избрали бывшего топ-менеджера компании РЖД и Синара транспортной машины Константина Люльчева. Заместителем председателя Совета директоров ПАО стал опытный энергетик, антикризисный руководитель и генеральный директор АО Дальневосточной управляющей компании Виктор Мясник. Ситуация с подорожанием бумаги за санкции может привести к тому, что предприниматели перестанут поставлять ее в Забайкалье и возникнет черный рынок, цены на котором будут еще выше. Об этом заявил руководитель УФАС по Забайкальскому краю Микол Гойгов. Он также указал, что в управлении поступали жалобы на подорожание бумаги до 70%. Предприниматели во время проверки объяснили это тем, что если не поднимут цену бумаги и старых запасов, то не смогут закупить новые партии товара по новым ценам.